В станице Северской состоялась открытая сессия Совета депутатов. В начале встречи глава поселения отчитался о проделанной работе. Андрей Дорошевский отметил, что значительная часть бюджетных средств израсходована на социальную сферу. Расходование бюджета проходит строго по муниципальным программам, в том числе наиболее затратные программы. Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства. Израсходована 11 миллионов 300 тысяч рублей. В основном деньги были потрачены на отсыпку дорог, щебе и пользование услугами автогрейтера, ямочный ремонт дорог, устройство остановок общественного транспорта. Также были закуплены материалы для устройства татуара в улице Галинина, район ТЦ Гагарин. В этом году по программе развития коммунальной инфраструктуры выделено 15,5 миллионов рублей. Их направят на изготовление проектно-сметной документации по честным сооружениям станицы Северской. Были заменены сети водопроводные и был осуществлен ремонт теплотрассы. Для утепления это переход к улице Таманской через речку Лубин. Благоустройство сельского поселения. Также у нас затратная часть, основная часть это освещение улиц, это оплата электрической энергии, установка светильников. Также мы приобрели светодиодные деревья и еще идет содержание фонтана. По-прежнему актуален вопрос ремонта дорог в поселении. В этом направлении уже многое сделано, но остаются участки, которые только предстоит отремонтировать. Вы говорите, посыпали улицу Мира? Нет. Немного сыпали, а это новороссийское дождь. Как были дяды, идешь, машина летит, весь грязь отряхает, где-то вот такая пыля, а что это такое? Как я уже отметил ранее, что работу мы провели, но недостаточно. В этом году запланировано в тех улицах, которые вы назвали, проводить ремонты. Поэтому мы запишем на дополнительный контроль. Волнуют жители и проблемы здравоохранения. Первый вопрос. Почему Северский район остался без кардиолога? Это такой вопрос набавлевший. Сколько пенсионеров? Все в Краснодар, чтобы попасть, надо знать за три месяца. Не каждый пенсионер попадет в Краснодар. Сейчас, на сегодняшний день, мы разместили вакансии везде, где только можно. Просим прийти, предлагаем миллион, предлагаем земельный участок, предлагаем много, даже служебное жилье готово предоставить. Но на сегодняшний день, пока желающих нет, предпринята попытка. Сейчас хотим договориться с какой-либо из поликлиник города Краснодара. Краснодара на платной основе, чтобы выезжали, какой-то график, разрабатываем несколько вариантов, чтобы сюда кардиолог приезжал. В финале мероприятия глава района отметил, что эффективность работы во многом зависит от умения депутатского корпуса, квартальных и просто активных граждан поселения действовать в команде. Адам Джорим обратил внимание на то, что о проблемах нужно говорить. Это способствует их скорейшему решению. Дороги, тротуары, уличное освещение, благоустройство должно быть везде. И чем чаще вы будете встречаться с людьми, тем больше будете знать проблем, которые нужно решать. Работать в кабинете – это работать не получится, сидя в кабинете. Все происходит там, на улице, в переулке, в станице, в хуторе. Там все происходит, все вопросы решаются там. Адам Джорим поблагодарил администрацию поселения и совет депутатов за работу и пожелал Андрею Дурашевскому слаженной и продуктивной работы.